Если враг не может, то мы ему поможем. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус, и мы продолжаем играть в Аронессу. Надеюсь, череда косичков, больших и маленьких, закончилась. С мешков и смехуёчков. И мы сегодня одержим большую, великую, крупную победу. И самое интересное, узнаем вот это. Что-то значит или нет? Может, что-то значит, может быть и нет. Ну, какие косяки? Ну, объявил войну Маратя. Да, если вкратце, это стоит посмотреть. Это стоит увидеть, как я это сделал. И взял, зачем-то издал вот этот вот обряд. Создал его, провёл. Когда мне нужен был вот туман. Чуть-чуть подожди там, осади. И проведи туман, всё нормально было бы. Там один ход, я не посмотрел, что оставался. Всё могло бы быть сейчас поинтереснее и посимпатичнее. Ну, что сделаешь? Так, значит так. Из этой ситуации будем выбираться. У меня что здесь получается? Армии ходили. О, кстати. Ну, храм, раз наши союзники сейчас, скорее всего, заберут, а ты можешь ходить дальше. Давай ты на наши земли пойдёшь. И вот сюда. Здорово придёшь. Как раз потери быстро восполнишь. Ага, собачью равнину уже занята Маратти. Не-не-не, тогда мы не будем. К Маратти у нас как бы, ну, случайно так получилось. По пьяни. Ну, по пьяни так вышло. Маратти, надеюсь, нас простит. Так, ну, тут в нас не верят, значит, ждём. Получилось вообще, вообще как-то случайно всё. Всё очень-очень случайно, всё очень-очень странно. Бомжи эти как-то, как-то не хотят такое ощущение, что обживаться нигде. Несчастные бомжи. Аронессу так же никуда не ведём. Аронесса здесь просто уже сидит. Убонс. Можно было бы на воду тебя спустить, но здесь специально сделали такой рельеф, чтобы мы не могли спуститься. Да, вон болотный городочек, хаос уже разрушил. Ну, всё, сидим, в общем, здесь. И у нас с Маздамунди улучшают соотношения, это ещё несмотря на то, что мы нарушаем в наглую прям границу, да, переходим. Переходим все границы. Пофигу. С потерями. Мы же разорим его. Можно было просто, я увидел в конце, что он не в городе сидит, да, там. А полководец можно было напасть, так сказать, из кустов, вытащить гарнизон, и всё это оформилось очень красиво. Так, давай, Толстяков. А почему ты из общего ним... А, у меня максимально уже разорим. Всё, всё, вопросов нет. Вопросов никаких нет. Только... Давай всё-таки... О-о-о-о... Тут-то вас не так много. Троих нанимаем. Троих нанимаем. Остаётся одно поселение там, насколько я помню. Если я правильно вспомнил... А нет, уже даже всё. Я разграбил всё, что нужно. И... Остаётся лишь... Продержаться, чтобы со мной союзы не разорвали. И возвести ещё две... Верфи пиратских. Всё. Ещё пиратские верфи возведём. И жизнь удалась. И мы, я надеюсь, узнаем секрет этого... Убер-супер-пирата. Который бежит... За нами по следам. Убер-штрудель. Штрудель-убер. Таргован. Так, пики здесь у нас. Два поселения даже. Где есть бухты. Всё. Сдаём ход. Сдаём ход. Ждём просто... Немного времени. Даём... Конечно же, ускоряемся. Марать и марать. Блин, она... Сейчас... На мои земли может пойти. У неё же есть врата, реально. Ей не нужно было прорываться там. Ей же здесь не нужно прорываться. Блин. Высшие эльфы. Вас там бьют. Ребят, айда. Помогать туда. Пиратов. Забудьте. Бейте тёмных эльфов. Сражайтесь с ними. Улучшайте отношения наших с ними. Потому что они сейчас активно хотят на ултуан идти. Тор Анрок ни в коем случае нельзя терять. Здесь одна из пиратских гаваней. Которая нужна для победы. Да, я могу захватить сейчас поселение. Мог бы и устроить даже, когда мы были союзниками, захват этого поселения. Но что-то я прослоупочил момент с этими бухтами. Что их также для победы для крупной нужно возвести. Как-то прослоупочил. Как-то неаккуратненько вышло. Неаккуратненько. Бедные бретонцы. Кстати, курон мне там тоже в зачёт нужен. И если сейчас карштайны всё захватят, всю Бретонию, то я только за. Но с учётом того, что они... Да ладно, серьёзно, смотрите. Мы придвигаемся, подвигаемся к победе. И вот, мы упали на вторую строчку. То есть, он отставал, ну на тысячу там. Он отставал по Децилу постоянно. Но сейчас он вышел на первую строчку. По идее, и я надеюсь, что это означает хоть что-то. Это означает, что мы сейчас узнаем секрет этого всё-таки пирата. Что мы всё-таки узнаем, кто он такой. И что нам придётся с ним сделать. Так, Берг сидит. Манфорт, мы тебя не прокачали тут. Надежда есть. Раскрыть секрет. Двухпалый. Ну, сиди. Рони Цари, отдыхай тоже. В целом, тут что-то бомжи вообще какие-то пассивные попались. Ронеса так же отдыхает. Макдональд, но отдыхай. В целом, нам грабить уже и не нужно. Нам грабить откровенно больше не нужно ничего. То есть, мы можем отступить вот сюда. Давай так и сделаем. Давай ты свалишь с этого проклятого места. Блин, здесь хаосня. Но она не дотянется до нас. Я надеюсь, она пойдёт дальше. Там монументы луны ломать и тому подобное. Ну что, лизардмены развернулись. Так, Леонез, конечно, отлично. Тут всё наши делают правильно. А если сейчас Марати воюет с Бретонией, то я активно буду продолжать. Нет, она не воюет против них. Она против Мозданутого. Против эльфов. Против этого Хатепика. Воюет. Пока что низкая очень. Мы и по силе сейчас вторые. Кстати, а кто на первом месте по силе? Зеленокожие. Я просто думаю, может, какая-нибудь фракция там объявилась. Которая вот обошла нас по славе и по силе ещё плюс. Нет. Такого здесь пока что не видно. Вот ещё один город, который можно было бы захватить нам, чтобы сделать всё красиво. Оплот Белого Огня. Но... Вряд ли они возьмут там этими силами. Здесь я видел стэк. В Белый Пик они идут. Давай не будем портить отношения. Давай не будем воевать. Марати, Марати. Сейчас туман был. Ой, как пригодился на моей земле. Давайте делать любовь, а не войну, а? Тёмные эльфы. Вам же это так знакомо. А вам ещё можно сделать и войну, и любовь одновременно. Вот такой... Дабл килл для вас. Ну, войну мы сделаем против Маздамунди. Будем делать любовь и пообъявлять войну Маздамунди. И вот такой тундем у нас будет. Мы хорошо его распилим. Прям с удовольствием распилим. Ну, и сейчас придётся смотреть, что они делают на самом деле. Сейчас посмотрим. Ну, и тут, конечно же, будет гадости нам делать. Там его шатает, но он гадость делает нам. Гадость делает нам. Гадость ты ходячая. Во, уже... Блин, врата. Они хотят взять врата. Ну, давайте сразимся. Ладно, окей. Окей, давайте сразимся. То, что у нас будет в сражении, это плохо. То есть это как бы ухудшит отношения с Маратином сейчас. Мы не подпишем там. Так и вора не подпишем, ничего. Можно было бы сейчас плюнуть на всё и начать прям активно её завоёвывать. У нас есть армии, которые халтурят, да? Просто бери и захватывай её. Ну, тут просто осталось совсем немножко. Отсидеться, подождать. Узнать секрет и всё. Захватывать, завоёвывать кого-то мы сможем из-за других. И это мы уже видели много раз. Это мы уже видели много раз. Это не настолько интересно. Здесь он арту поставил. Здесь арты нет. Ставим стрелков. В любом случае, они нам пригодятся. Только давай вот здесь. Вот. Как-то так. Вот так. Нормально. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Давайте врата перекроют вот эти крабы. Чтоб пехоту не задействовать. Чтоб её нам не сливать. А отряды пехоты... Хотя вот так вот давайте. А отряды пехоты просто будут дежурить сейчас вот здесь. Просто будут дежурить внизу. Такая дежурка-неотложка. Будут готовиться к крайней необходимости прыгать на стены. Всё. Ну, шансов как-то немного, мне кажется, выиграть. Но они есть. У нас просто гарнизон здесь и вышки не самые мощные. Были бы вышки мега мощные, всё бы сейчас... Нереально круто бы у нас получилось. Сейчас они подойдут. Тоже на расстоянии выстрела. Хотя здесь не хотят подходить. Гляньте на них. Я просто песенку бы сейчас использовал. Я бы песенки сейчас пел. Весёлые и добрые. Так, сюда дракон летит. А раз сюда летит дракон, предлагаю... Убрать наших... Многоуважаемых стрелков. И на стены заводить. Причём собака-дракон, смотрите, куда летит. Там, где у нас нет алибард. Всё, стоим. Стоим. Разворачиваемся и стреляем. Ну, шо ж вы так косячите здесь, ребятушки. Давайте, 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 соберитесь. Да ну вы уже добиваете до него. Отходите тогда дальше. Ну нафига вы на стены сейчас хотите полезть? Нашли мне тоже. Реди, реди, реди. Реди, реди, реди. Один фиг, смотрите, чё творят. Чертяки. Ладно, подойди к краю. Подойди к краю. Чтоб дракон тоже... Во, 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 нормально. Вроде бы начали цеплять их. Вроде бы начали. Давай элиту расстреливай. Кавалерию мы ушатаем легко. Все, дракона уничтожаем. Врата уничтожены. Сейчас здесь... Пойдет жариша. Так, алибарды даже нам не нужны уже. Стрелки элиту. Элиту расстрелять. А ну-ка. Не, крабам пофигу на их магию. Вот черная стража здесь залезла. Это плохо. Давайте стрелки. Ну, шанс есть на победу. Другой вариант, что это марать и етить колотить. Да-да-да, смотрите, тут стража на грунду нас разваливает. Черная стража разматывает. А у них еще как минимум один отряд, я смотрю, есть. Два даже. Два отряда стража. То есть они на соплях там нет-нет, но смогут если что выиграть. Ладно. Сейчас мы тогда зацепим их с этой стороны. А тут еще один отряд штурмует нас. Стражи на грунду. Ну, это жесть. Это жесть, господа. Отступи вот сюда. Так-так-так-так-так. Стражу расстреливаем. Расстреливаем стражу. Давайте, ребятушки, соберитесь. Вы должны ушатать эту стражу. На вас вся надежда сейчас, на самом деле. Стрелки наши все. Так, отлично. Здесь стража сливается. Там еще мечи идут. Палачи. Мечи-палачи. Это тоже плохо. Ну, давайте, давайте. Ну, вы с ровной местности сейчас. Если дадите залп, то они трупы. Вот. Вот этого я от вас ждал. Вот этого от вас хотел. Вот этого я от вас требовал. Сейчас даже тогда один отряд мы спустим. Разбивайте этих холодных. Бессердечных рыцарей. Да, расстреливай, расстреливай, расстреливай. Ребятушки, ну, расстреливай. Расстреляем тогда вот этих принцев, блин. Давайте вы не будете тупить. Ну, вот на стене вот. Стрельба это классная тема. Так, они высаживаются. Блин, грибные стрелки. Такая надежда была. Такая была надежда. И вы ее так в унитаз спустили. А, ходили туда взад-вперед. Левый фланг-то идеально обороняется. К левому флангу вообще претензий нет. Главное, что тут хотя бы еще один отряд сейчас стражей на грунтов сольется, и все. Ах, живем. Живем, живем, живем. Лодненько, ускоряемся. Левый фланг отбился. Ну, в целом, левый фланг удержался. Левый фланг справился. Уничтожьте арту. Сейчас холодные тут сольются тоже. О-о-о-о-о, подожди. Я что-то не спалил фишку. Что они прям уже заходят в наше поселение. Перебрасываем. Перебрасываем, господа. Вы нужны сейчас здесь. Ну, вот стрелять будете. Крабы пока держатся. Стрелки-стрелочечки мои. Соберитесь, тряпки бесполезные. Так, а у меня вот здесь же эти спрятались, кстати. Давайте. Сейчас оформим тоже их. Как малый бизнес. Все. Этот фланг вообще спокоен. Бегом. Оставляем один отряд. Пехоты прикрывать. И все. И стрелки тоже перебирайтесь даже. А, все. Марати проиграла, да. Конечно же, она проиграла. Мы тут небольшую оборонку устроили. Однако нужно перебивать вас. Все равно уже сражение было. Все равно уже отношения ухудшились. Но... Так что лучше сейчас доставить вам проблем. Чтобы вы мне не доставили на следующий ход проблем. Дабы если бить уже раз обидеться все равно, то так, чтобы второй раз и не захотели получать. Все. Завершаем битву. Ну, как-то так. Вот как-то так. Одного лорда мы смели. Одна вон убежала ни с чем. Но в целом... В целом у них не так много было возможностей для штурма. Врата этим-то и хороши. Но вышки может быть и не настолько были у нас идеальны. Ну, все получилось. Вполне неплохо. Если бы он стражу бросил сразу на нашу элиту. Ассимиляция, выкуп, поделиться трофеями. Ладно, давайте. эх, марати-марати. Не хотели мы с тобой воевать, пойми. Не для этого все сейчас делалось. Не для этого. Вышло так, да, но не для этого все делалось. Не планировали мы. Так, не планировали. Клан Морс сейчас он уничтожит мой союзничек. Ну, наверное, Скарстник там затопчет его, залишит. Там и Грингов, он подходит со спины. Он тоже готов оказать поддержку в этом благом для них деле, хотя у них там больше с гоблинами, да, всякие терки. Так что Скарстник тут с клоном Морс разбираться будет по-свойски. Со свойственным для него размахом. А, кстати, у меня вот здесь же еще одно поселение Миральяна. Тиль у меня, по идее, еще должен быть один. Я высчитал, по идее, классил все поселения. Почему у меня четыре вышло? Ну, вот раз, два, три, до Лотерн еще, по идее, должен был быть. У меня вот тут построено четыре, пять, шесть. По идее, шесть уже должно быть. А ну-ка. Че-то, че-то сейчас керосином запахло. Ну, услуги хаоса, это понятно. Сейчас он восстание начнет осаждать, мы его быстро осадим и все нормально будет. О, крепление, влияние, забудь про это. Противник погиб, нападение на войска, успех. Ничего у вас не получится, хаосня, недобитая. Скорость восполнения потерь, давай. Кока тебе дадим. дальность, давай, изделие лечения. Отзов, приливы у тебя еще будет. Ага, выжезал, давай. Давай, все, бери. Бери все. Бери все. Бери все, не забывай ни о чем. Так, давайте проверим сейчас Миральяна, Тилия. Да, вот, Тилии еще один, подожди, давайте еще раз. Вавилорни нет, Альпион, раз, да, у нас есть пиратская верфь, это раз. Аргвилон нет, Переквампироваться, здесь мы сейчас все равно продолжаем пока что расширение врата Феникса, это хорошо. Острова, нет, здесь мы вот так только пока что делаем. Мы все копим на звездную башню. 5 ходов, блин, а тут ждать на самом деле придется прилично по ускорению. То есть, Тилия, это был раз. Кладбище Галеонов, 2. Альдорф еще, кстати, как вариант. Альдорф-то уже скоро. Давайте здесь такую тему сейчас практикуем. Вот здесь рост уже есть, здесь еще и здесь обеспечим. Рейкланд, Сортозе, это 3. Сафири, ничего нет. Вот, Карак, Толсини. Тилия, это уже 4 получается. Тиранок, это 5. А, Лотерн здесь со своей бухтой. Точно. У Лотерни тут своя движуха. Ну, значит, один. Один остался. Порт нам. И это все-таки будет столица империи бывшая. Все, окей. Окей, там быстрее будет все нормально, нормально. Должны, должны затащить. Куда деваться. Сейчас восстание подавим. Царишки жалкие. Сядем здесь спокойно, будем сидеть ровно. Сядем здесь спокойно и сидим тут ровно. А, пока что никак не реагирует что-то на осаду высшие эльфы. Их жучат, а они терпят. Это в духе темных больше. на не высших. Высшие должны были уже ответить. Так, вот он хаусит, он отвернулся вот сюда. Ну, чтобы не встречаться с ним, мы сейчас походим, пойдем наверх. Почему бы и нет? Мы, конечно, планировали увезти армию, раз так получается. А, все, на замок Артуа. Сейчас здесь чуть пограбим. Продолжим какие-то такие вот движухи в сторону Бретонии. А, кстати, ни одной армии больше. А, не, вот-вот, есть армии бретонцев. Я думал, вон ту маленькую армию мы разбили и все, у них деньги что ли закончились. Где спонсорская помощь от искусственного интеллекта? Аннет, говорят, не в этом счастье. Вулканический остров Сартоза сейчас это то, что мы игнорируем. Абсолютно полностью игнорируем. При этом мы снова на первом месте. Мы обогнали этого мерзавца. Блин, что ж ты замерзавец такой, который конкурирует с нами? Постоянно так. Постоянно конкурирует, постоянно хочет что-то там сделать и не показывает себя. андеквант. Я так если быстро прочитал для начала адекват. Я понял, что это неадекват, но забавная такая мысль проскочила. Думаю, адекват и забавный чувак. Блин, а там с мечом еще она идет сюда. Прям обиделась реально марать. Вроде бы отношение улучшается. Надо попробовать, может уже хоть репутация чуть-чуть подправилась и как-то мы договоримся с ней о мирном договоре. Хотя бы заплатить там 1100 отвалить, Пофигу, да, большие бабки, но нам не нужна война. С такими любопильными красотками нам не нужны плохие движения. Нам нужны хорошие движения. По-другому никак. Простые движения, да, как в той песне поется. Вот подошел еще к грингу. Кстати, Скарсник проиграл, похоже. И что-то я не заметил, что чтобы тут дым какая-то была, что Скарсник там проиграл и все тому подобное. Блин, еще и сейчас хаос, если совсем уже уничтожен, что мол, мы выжили, мы справились, то могут отношения больше у нас с Марати не улучшиться. Беженцы, беженцы. Эпоха мира, да, последняя орда хаоса исчезла, в мире воцарилась тишина. Да, 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 сейчас будут старые союзы распадаться и это все еще может сугубить. у нас ухудшаться сразу с вампирами отношения ухудшаются. С кланом я даже торговые отношения не могу завести из-за этого дурацкого разрыва. С Марати тоже у нас отношения ухудшаются. Мне порт все равно ждать. Мне все равно ждать порт, конечно. Грюнбург. Давай, все нарос тебе, все нарос, чтобы ты как можно быстрее избыток получил. 5 ходов избыток, потом еще порт когда построится. нераспределенные очки. Ну, жду, блин, большой победы из-за вот этого типа. На самом деле можно было бы бросить. Вроде бы, победа есть. Что тебе еще нужно, да? Что тебе еще надо на старче? Ведьма Хейлброн. Фиво, фиво. Фиви, фиви. С мечом ты, конечно, серьезная дама. Так, а кто у меня там? Рони царь в целом, раз хаос уже пал. Хотел праг заселять, но он уже занят. Раз праг пал. Ух ты. Здесь хаос, похоже, разрушил и зеленокожий клювом не стали щелкать, быстренько заселили его. Молодцы. Не клацали. Единственный стек, вот, о бонз, который будет сейчас ходить. Единственный стек, который продолжает простые движения. Которые эти движения продолжает. замок артуал уже осадили. Грюнцик, зефлин, маринбург, вампиры тоже уже забрали. манфор, здесь нет на самом деле совсем никаких маломайских слабых поселений. Курон можно начать осаждать исключительно так. Для прикола. Для прикола по приколу. Выприкнуть и выпрыгнуть. Начинают осаду еще и здесь. Алитонар, Тирион, движуха начинается. Тут последние мгновения дуновения, а вы всякую фигню начинаете принимать. Вспомнили, что надо сражаться, да? Только не с тем вы сражаетесь. Там темные эльфы есть. Но эта битва еще хоть как-то пойдет в зачет сейчас в отношении с Марати. Блин, хоть спрашивали бы вот когда вот так вот объявляешь войну, что у вас с ними заключен союз. Может и спрашивали, да не спрашивали. Я бы хоть что-нибудь да запомнил. Разделяет он армию на три части. Это хорошо. Это получается лучницы сейчас идут в бой. Они причем в ближнем бою хороши. А у меня стен то нет. Я так город разграбил и не успел нифига восстановить. Что еще нам нужно? Ладно. Ставим тогда войска. Ставим войска. Готовим оборону. Ставим войска. Готовим оборону. Посмотрим что здесь они могут. Троих пока что оставляем. Я надеюсь этого хватит на первое время. Блин а здесь еще и нельзя встать сюда как-нибудь можно можно отлично чтобы по нам лучники не заходили прям чтобы сильно больно не было. Потому что все это неприятно на данный момент. Все это пока что очень очень неприятно. Колосс. Ах соберитесь погнали. Они могут сейчас бросить все вышки и побежать. Хотя нет вроде бы таран все равно тащат. Таран все равно тащат. но это хорошо это хорошо это нас пока что радует вот здесь вон побежали все смотрите ломанулись просто так забираемся на стены расстреливайте этот отряд именно конкретно его и только его тут кавалерия мчится куда она мчится какой именно пролом здесь пока тихо не сюда они да они бегут сюда сражаемся колосс блин полководца пропустили колосс иди разбирайся мортиры работаем здесь мы стрелков должны увести уходите уходите друзья мои тут у нас есть и что крабы есть все вперед 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 держимся держимся нормально пока все вполне даже неплохо выглядит ломайте вышки вот эти вышечки ломайте там рикошет даже неплохой получился давай 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 полный экшен полный экшен вы еще и лестницы ой какие молодцы то а посмотрите то на них они еще и лестницы умудряются ставить такого поворота событий мы не ждали мы не думали что вас заинтересует что-то еще быстро стены давай мы сейчас этих лучников зацепим крабами отлично отступать мортиры на стены стреляем по стенам здесь ничего здесь ничего нам делать воюем 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 ребятушки отлично полный экшен нам нужно со стен отступать по-хорошему нам нужно сделать регруп полный абсолютный регруп вот эти войска сейчас мы уводим там 10 бойцов вас если что прикроют уходите вы уходили дворами давайте победа близка говорят не будем разочаровывать тех кто в нас верит хотя в целом да у них ничего можно сказать не осталось а у меня призывная магия есть и куча куча всего еще колосик давай один отряд здесь останешься прям не будем совсем регруп делать тем более у них мораль упала тирион не смог затащить а это даже алита над тирион уже отгреб наверное да оказалось все еще проще я почему-то думал что сейчас элита все-таки здесь они не побегут высшие эльфы будут сражаться до последнего кровь из носу но они победят нет ничего такого то что стены нам сломали в каком-то роде даже помогло стрелки там позаходили неплохо нафига только тарана не тащили все равно упрямо все равно упрямо но молодец искусственный интеллект он хотя бы лестницы начал возводить лестницы начал использовать карабкаться это было разумно с его стороны у нас там исключительно стрелки сидели так сейчас блин что маратя будет делать как же так получилось маратя просто я даже не могу перестроиться под конец я уже считал что все мы уже закончили с тобой какие-то движухи я уже прям настроен был на то что у нас с тобой мир союз братство навеки и перестроиться на то что ты мой сейчас враг вообще полнейший враг уму непостижимо уму просто непостижимо а вот почему скарсник проиграл там у клана морс еще и армия сидела там квик охранял город квик охранял город квик пытался что-то еще предпринять даже но мы вышли на первое место зеленокожий после проигрыша просили посили но это не столь важно сейчас сейчас просто дождаться когда будет построен порт пока наши союзники нас не предали но это по сути сколько это ходов еще 9 а ты больше еще нужно сейчас подождать 4 хода возвести основную постройку и потом возвести только порт этой не помню как он строит точно ходов наверное 5 может 4 даже если исходя с 4 там до 4 4 4 по 12 по 4 12 ходов сейчас придется ждать когда у нас вырастет население когда у нас построится основная постройка когда у нас порт построится необходимо да могут конечно сейчас подлянку какую-нибудь о вот он луан леонкур он все-таки здесь он жив он есть он существует ну давай давай тогда вернешься раз они сейчас по тылам по нашим бегают то ты вернись не будем даже ради перекула осаждать ничего не будем осаждать или дрыщ двухпалый красавчик даже магию там сильно не пришлось юзать берег ее берег а не надо все отлично тут речь еще идет в атаку ну блин они как раз вот как назло я объявил войну до марати и она взялась за темных эльфов посерьезнее наконец-таки отвоевала она тут три стека подводила и увела один стек проиграл там как-то про слово почила она упустила проиграл и все и забыла здесь же сейчас захватила все-таки так мы можем вытащить их давай через железный щит сейчас через железный шип сейчас пройдем сейчас разгребим это поселение и пройдем просто мимо так рейкланд сейчас может быть хотя бы на ходе ускорим все это действие 4 хода да будет строиться эта тема и 3 это ну на один ход ошибся 11 ходов если успеем сейчас сократить хотя бы но сильно прибавка не увеличится сейчас постройки там плюс 20 блин ну двадцатку прибавят но это не сильно облегчит наверное кто знает может быть так давайте туманы голове твоей туманы чтобы не нанимать новые армии чтобы маратин спокойненько сейчас может быть даже поняла что не вариант ей наступать армии покоцаны сил не остается лучше отступить очень низкая до сих пор у нас я как-то раньше если приходилось что-либо делать но у меня если я правильно помню никогда не было очень низкая я никогда не предавал союзников это впервые вот так вот случайно получилось да там ненадежный у меня было по-моему там что-то такое а сейчас же очень низкий показатель прям прям говорят нереально низкий показатель практически ничего нету на дне на самом донышке ты лежишь из этого дна нам не выбраться ближайшее время но пофигу даже даже если не помиримся сейчас с Маратти давайте быстренько в Рейклэнде ну-жу-жу там клан Риктус помогите как-нибудь вас Верментайди не буду так сильно обижать требуют бабки идите нафиг первые по уровню силы и с очень ужасной репутацией блин вот что делать да да ну поддерживаем защитника в такой ситуации поддерживаем защитника и вот сейчас города Марати могли бы сыграть потому что чувствую мы построим порт а у нас не хватит городов которые нам нужны для победы такая тема вполне возможно фон карштайн и зеленокожий мы не объявили войну зеленокожим но зеленокожий слабый их вампиры по идее сейчас должны будут шатнуть так что могут они подобрать эти поселения все ну что по победе давайте посмотрим не пока хватает хватает в принципе а у нас оборонительный союз тоже в зачет а нет кара закарак то мой вот как хорошо что я не дал захватить его нашим союзникам то есть у зеленокожих то основных поселений ключевых и нет вообще по союзникам что у нас поселение альдорф мой дракенгов союзник да миральяна мой вот союзник кислев союзник адская дыра союзник вот мой пробуждение мой кладбище у меня в целом сколько сейчас 7 8 10 13 13 то есть чуть-чуть со скавинами не надо сейчас ссориться скавин и наши друзья и одни и другие войска перебрасывать на войну зеленокожими сейчас не будем это дело гибло это дело ненужное нам никак не пройти а тут блин аварьель собака ты сутулая ладно не хочу сражаться просто не хочу с тобой сражаться попытаемся как-нибудь пройти и высадиться в море так туманы есть здесь пофигу грабеж тебя не спасет уже несколько отрядов она объединила чтобы не потерять всю армию blackman ford а какие города у меня сейчас не засчитаны давайте посмотрим 8 пиков вот как раз таки они черный утес дуа да лахми хемри ица хексуат нагорон ну в принципе ицу мы можем если что хексуат даже нагорон мы можем прям быстро подобедать в крайнем случае найму еще один стек и черный утес там заберем можем можем себе позволить такое провернуть так рейкланд 3 хода да не не уменьшим 11 ходов на 11 ходов мы сейчас рассчитываем на 11 ходов мы сейчас рассчитываем вот стек можно на самом деле отправить зеленокожими мы не воюем пока все у нас там мирно обошлось мы не друзья но и не враги но в целом у нас остались союзники кто графство вампиров и влад отношения ухудшаются но мы их поддержали если 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 сейчас еще объявим войну допустим зеленокожим то ну не должны они нас предать между собой они тоже уже не будут грызться марати войну тоже не объявят мы уже опередили их и пока что не так все плохо не будем нагнетать пока что мы просто ждем оставшиеся там 10 ходов но уже по сути 9 уже по сути 9 9 ходов и я надеюсь узнаем секрет этого гребаного пирата так вон они начинают захватывать я вижу владик как хорошо что мы вот себе можно сказать колонии создавали да у нас есть колонии здесь у нас здесь хватает всего и основные поселения какие-то крупные мы все-таки контролируем не все особенно смотрите зеленокожие пошли норска представляете вот этих уничтожить они зеленокожие останутся только на территории норска то есть новые норска так тут все равно пока что не буду строить ничего а хотя я уже построил стены давай 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 просвещай респект респект ветер и о бонс сваливает хексуа таля ну-ка если его но тут хауситы кстати еще ходят они бомжи хауситы но все-таки как-то пытаются еще выживать волон лян курзи заселил что-то как-то аквитанию забрал но мы аквитанию сейчас просто разрушим будем улучшать отношения с нашими вампирами еще один ход и у высших сейчас появился огромный шанс учитывая что та же хелброн у меня ошивается и даже осада сейчас не поможет она поселение то осадила но потери все равно будет нести туман в этом очень хороший туман просто идеален если там скверна вампиров позволяет осаждать и нести потери то этот туман такой роскоши сопернику не оставят они ходят по нашим землям они несут потери плюс у них даже на их землях скверна вампирская уже распространяется ултан вообще сейчас притон вампирский исключить блин только не разрывай союз собака разрос сейчас второй по силе и разорвал союз да это не война это не беда но уже минус минус поселения точно минус одно это мы впритык это сейчас 12 ровно а у нас еще 9 ходов 9 ходов нужно вот так сейчас влад главное чтоб нас не подставил хотя у влада поселений если я правильно помню нет у нас скавины вот риктус и клан какой там у нас остался здесь а ну создатели творцы молдер точно ай клан создателей джиг да вот впритык смотрите 12 поселений все тютелька в тютельку тютелечка прям прям тютелюечка на этом фоне курон даже надо было тогда осаждать на этом фоне курон можно было и осадить тогда нам то получается некрасивым скавины скавины держитесь о бонз о бонз о бонз ладно давай здесь оставайся оставайся здесь если что хексуаттель заберем хексуаттель будем караулить хексуаттель рядышком заберем у себя вот она ведьма хелебрум понесла потери ужасные и сваливать и сразу на тапок здесь у нас тоже поселение владик отношения ухудшаются я по-прежнему с очень низкой репутацией я из этой низкой репутации наверное никогда не выберусь теперь блин гребанное строение и по идее даже если бы раньше спалил эту тему но я бы никак не ускорил можно было на пару ходов сократить если бы я вот эту тему застройкой раньше бы намутил если бы я по эту тему застройкой снес бы на деньги и построил бы на рост чтобы в Рейклэнде быстрее развивалось население ну могли бы сэкономить пару ходов возможно и все это все чтобы я смог выиграть обидно будет если этих двух ходов и не хватит сейчас там кто-то разорвет союз будет очень очень обидно будет нереально обидно но скавин это скавин это конечно не те скавин и уже с которым мы впервые подписали договор какой-то союз да это другие уже скавин по-братски со скавином у нас хорошие были отношения мы никого никогда не обижали из скавинов да и у нас с молдором пока улучшаются отношения подписать мы ничего не можем клан пестелин риктус тоже вот это сейчас меня радует с ними у нас отношения нормульски даже вампиры уже начинают подставлять скавин и нет хотя опять же клан риктус получает бонусы если он придает вот типа вот как я случайно сделал но если он сделается специально он получит не только удовольствие но еще и бонусы но нам этого не надо он вроде бы как бы бонусы получает но искусственный интеллект на это не заточен то есть он не пытается придавать он не пытается прям на максималку давайте чтоб не портить прям сильно отношения с маздамунди на пустошах будем сидеть сейчас будем сидеть сейчас на пустошах тирин 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 вот альдорф улучшаем 4 хода ждем потом 3 хода и мы в дамках главное чтоб не в старых девах так а нет а мы воюем да зеленокожими получается война то есть война то имеется блин маратти врата феникса штурмует лично причем посмотрите на нее фифа такая посмотрите на нее но и тут то у них в целом можно разыграть эту битву достаточно интересно будет давайте ладно сольем пофигу отдаем тебе врата маратти чисто тебе по-братски разрешаю выиграть что-то заселила что-ли эти врата нет не заселила разорено не потеряно рядышком стоишь даже а ты прошла через них ты их разрушила и проходишь теперь через них окей окей я тебя услышал ну ты ж помнишь да на моих территориях ты несешь потери охренеть какие тут скверный туман сиреневый туман над ултуаном плавит мозги маратти всей и радуга горит билиберду несешь ты после этого понять тебя не смог большой эльфийский маг налет калидор да пофигу мне на эти поселения даже на самом деле сейчас эти маленькие врата эти все все ну мы их защитили мы сделали все что смогли действия обряда это проклятие оковы смертных туман а туман тоже закончился получается да туман тоже закончился потери ты несешь но не на такие прям великие ладно общественный порядок ждем еще ждем 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 для тех кто любит экстрим для тех кто любит до последнего для тех кто любит до талого не буду обрезать этот момент ну лично я допустим любил всегда в тотал вар смотреть прохождение без обрезаний мне интересно было каждое решение там куда зачем повел почему поэтому так и снимаем даже сейчас не буду обрезать ну тумана нет уже да маратси спокойно грабит вон чуть по чуть копеечку свою хотя могла бы два метра пройти уже грабила побольше но это ее решение зеленокожими мы воюем кстати в лес кстати говоря а лес то не беззащитный у нас лючини лючини ладно сейчас стек ведем этот в лес который у нас здесь есть с артозе можем создать еще один стек дабы гринго сейчас получил по шапке у нас он борзеет ну и дабы не сражаться лично дабы не сражаться лично из-за того что мы торопимся была бы у нас сейчас война не было бы войны с маратти все равно бы пришлось сидеть да и маратти нам проблем то не создает на самом деле крупных мирный договор со мной кто-нибудь о карштайн и мы впервые с тобой за сколько времени можем торговать и ты ко мне не прислушаешься лучше бы ты с артозу начал осаждать я хоть бы там посмотрел чё почем хотя тут блин гарнизон должен затащить шкушер по кацану ну ладно чтоб не сражаться сейчас создам стек чтоб не сражаться я создам его все идем сюда зеленокожие здесь могут прыгнуть в любой момент и разрушить мне какой-нибудь городишко мой маленький маленький уютный лесок такого счастья нам не надо такого счастья не хотим давай по ресурсу здесь хотя даже армия сидит и все равно сейчас отношения у нас с местным населением не кто прокачался доли 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 и доли общественный порядок доход давай дальность передвижения и все классика жанра классика жанра смотрим сейчас все-таки в сортозе создаем стек героя призывать не будем у нас есть адмирал здесь но лучше кого-нибудь новенького возьмем расхититель зачинщик поджигатель расхититель поджигатель вот жестокие убийства возьмем все 4-9 как раз неплохая верность девятка прям на максималку попал контрабандист вдохновление нихика проклятие и стрелка тебя ладно набирая из местных все что хотя давайте начнем набирать все что можно нанять из общего за один ход по сути это вот эти пушкари и все набираем немного пехоты чуть монстра здесь мы призовем стрелков в этом регионе еще потом на следующем ходу кого-то призовем и все и грингу сольется и даже должность назначим последнюю соберем покер комплит нарадует что скавины прям прям в десну целуют нас может даже и хорошо что мы допустим с марат сейчас военных отношениях скажем так например если бритус решил им объявить войну а мы тут но я бы поддержал риктус в этом деле не хотя там какая разница было бы наверно даже кого поддерживать них по одному городу это у молдора уже целых два города даже три не или там кислив только и адская дыра праг не входит но в любом случае у них уже и праг у них уже есть и праг услуги хаос еще живы ну да маздамунди не берется за них он сейчас о скавинах думает похоже целиком и полностью исключительно о скавинах так набираем набираем практически весь доход свой сливаем ну что поделаешь в целом у нас там еще плюс остался а такая тут буферная такая подушечка есть безопасности что мало никому не покажется при этом говорят что мы можем и проиграть смотрите гринга впервые в жизни наверное хоть как-то но поверили при этом все равно он проиграл при этом он все равно проиграл заходи в лючине восстанавливай потери и можно будет тебя и отправить хотя в целом сиди здесь что они сейчас нет нет будут вылазки делать эти гребеные урки братья там брат за брата гриб за гриба вальдорфе что у нас один ход остался уже уже четыре хода уже четыре хода продержаться и все будет зергут уже можно сказать три еще конечно он не прошел но три мы верим в это я верю я верю в честность постовых в русалок верю домовых и это присказка моя спасала частенько меня так опять она врата штурмует маратину пофигу на автобой разграбляет и проходит крови тебе быть предостаточно солд лад соус соус айт армия это прорвалась за стену нашу за врата а смысл войну еще сейчас если мне объявят будет ржачно так что мне карта перекрутил аж вообще не узнаешь региона вообще все да разрывает прям режим налет еще на моей земле становится посмотрите на него кто тебя сделал манфред кто из тебя человека сделал вампира из тебя сделал вот кстати альберик вылез из леса вампира из тебя сделал влад да пофигу найму новый а мы из тебя сделали властелином империи практически скажи спасибо что у тебя столице по факту то потом не оказалось а я как вариант рассматривал что если союзники захватят то я одному полностью это тренирован фигушки все хорошо у нас получилось так альберик свалил отсюда вот максимально свалил чтоб я тебя не видел так а этот адмирал все биатрис смерть да она там еще не успела докачаться так глубина давай вампиров мне что-то нужно поджигатель интригант поджигатель она давай интриганта возьмем интригуешь меня интриган верность хреновая сейчас мы постараемся чуть улучшить как минимум чтоб не терял от ее контрабандист бери всех нанимай из местных хреновый вариант для найма да здесь из общего быстрее нет нет нанимается но сойдет сойдет альдорфик ардольф давай тащи три хода молимся на тебя молимся на тебя и верим даже не все исследования изучу но я надеюсь это сейчас из разряда я надеюсь я хочу в это верить плевать на тебя но я ж надеюсь там по количеству захваченных да у меня провинции более чем достаточно по провинциям пока что у меня все хватает так что могу слить если что марати вот я не пойму зачем ты нападаешь на меня я не предпринимаю никаких движений в твою сторону я не пытаюсь объявить войну я не пытаюсь разрушить смотрите фон карштайны не стали меня поддерживать не дай бог у тебя с собакой сейчас было какое-нибудь поселение все-таки в итоге ты курант еще не успел захватить и главное это я поддержал этих вампиров несчастных в войне против зеленокожих да все нормально как бы но нет их это не устроило они решили свою там вечеринку между собой им третий не нужен им нравится когда они вдвоем наковальня да иди ты нафиг альберик он еще уничтожит вот псина сутулая ты его возводил это город это дерево чтобы рушить пофигу на тебя пофигу не нервничай главное сейчас не нервничай плевать на нем мы могли бы выиграть эту битву но ради ускорения все это делается еще два хода осталось мы на первом месте сейчас мы сейчас на первом месте однозначно еще потом пару ходов я прокручу даже после победы чтобы ну вдруг что-то как-то изменится нет там когда что-то там почопа инфе что будет что-нибудь чё по инфе вообще чё как осталось немножко осталось чуть-чуть так ну давайте в лесочке все-таки сейчас блин а он до векового дуба сейчас же может достать а у меня здесь гарнизона нет плевать тогда короче на вот этих всех сейчас мы тебе устроим день вдв а он до дерева дотягивается ты главное на своей земле не дотягиваешься а он на чужой вот так спокойно значит давай уже давай еще два хода сейчас просто вот эти условности продержаться для галочки для галочки просто продержаться для галочки ждем с победой дальше уже без разницы кто там что потеряет что не потеряет иди нафиг марать можешь до захватывать даже максимальный сейчас пофигу хэлброн там возобновила поставки море сумерек оплот чисто так вообще на куски разрывают наши земли еще войну сейчас небось объявляет мне да давайте не будем сейчас никого звать на войну но сейчас просто они откажутся еще нафига и вам это ну понятно что вы хотите усложнить мне жизнь ну нафига и это классическая схема после падения архаона да вот это вот начинается союзник вот вообще никакой логики абсолютно никакой ну вроде бы будем надеяться что в тронах ой в тронах в троицарстве подобного не будет обещают по дипломатии сделать как-то поправильнее все-таки ну и может быть в третьей вахе там какое-то хоть зерно благоразумия появится вроде бы ж мы воюем вот смотрите против бретонии да мы объявили войну зеленокожим все сейчас должно быть на мази а враг им еще один не нужен зачем для чего но нет они просто берут и объявляют мне войну ну логики никакой же абсолютно никакой логики логики нет генри скотт ты под конец как раз скотина докачался один ход один ход тут вампиры не дай бог вы сейчас альдорф меня садите я сейчас даже чтобы вы этого не сделали потрачусь потрачусь да не посмотрел кого брал но пофигу уже потрачусь и найму элиту тить колотить учитывая что тут в альдорфе и так хороший гарнизон элиты должно быть прям предостаточно для этого всего все последний ход что он нам несет что он нам подарит что же что же там то дальше нам будет пофигу кто объявил войну куда нападают на что напали будет вообще без разницы потому что ну все все для галочки вот эти условности мы сделали нам нужно будет только подождать что с пиратом какая интрига получится с ним если через пару ходов ничего не будет абсолютно в этом плане но может быть в компании вихря хоть что-то будет ну так зачем его сюда добавили ну может быть хотя еще такой вариант что это предрелизная версия он здесь тоже был добавлен сейчас его здесь и нет пишите в комментариях если он есть если у кого-то он допустим или нет его если кто-то проходил вот так же до вот этого этапа и смотрите вампиры стягиваются реально кальдорфу реально они стягиваются и не зря этом элит он подогнал вообще не зря вампиры начинают но если бы я не запускал дело и тем более если бы я свою надежность случайно так не подорвал было бы нам может быть из-за моей надежности все так и пошло по как говорится да по звезде по имени солнце но например с кавиной тьфу тьфу они то молодцы с ними у нас даже отношения прям росли победа вы пережили эру героев и эпоху войн преодолели все испытания и сломили сопротивление всех героев этот странный опасный мир полный жестокости и кровопролития изуродованный безумной силой хаоса видел бесчетное множество попыток основать великую державу все они потерпели крах и лишь ваша империя остается великой и процветающей несмотря ни на что однако ваша империя не ограничена никакими рубежами она беспредельна вы стали величайшей силой всех морей и все мореходы мира склоняются перед вами в страхе вот как-то так такая вот победа переходим к журналу опять нам показывают то что мы отчасти видели отчасти не хотелось бы даже видеть продолжаем кампанию смотрим пока что этот ну парень этот короче никак себя не проявляет и здесь скарсник офигеть скарсник плевать мы даже в минусе можем себе позволить офигеть сколько времени сидеть даже в минусе мы сейчас можем себе позволить отсиживаться набираем вот эту всю шулупонь всю эту шулупонь берем сейчас пару ходов просто проматываем зачем я тогда прокачиваюсь давайте пару ходов проматываем смотрим объявится ли этот пират или нет или он просто так у меня и останется нонеймом человек без лица денег у нас слава богу нормально слава манану да правильно здесь говорить заран плевать я бы ее разнес на самом деле вообще изи она там еле выиграла но я не знаю как можно было проиграть пофигу пофигу скавины молодцы вообще вот вам респект скавины затащили победа все хорошо все замечательно этот блин опять даже дополнительный стек почему-то не спасает от скарсника скарсник представляете здесь опаснее чем грингус чем их главарь банды потому что этот стек с гарнизоном плевать первого победа офигеть а в нас то не верили но хоть когда-то наоборот потому что я помню в тронах британии у меня примерно такой же коэффициент был победы вероятности только в мою сторону я нажал и я проиграл грюнбург пофигу на тебя вот я проиграл и после этого я там не стал верить всем этим как смотрите четко успели вальдорфиус достроить как успели четенько достроить все как все у нас очень очень четенько получилось моторку еще влад лично штурмует влад 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 а я вам помогал я вам в целом такую поддержку оказал и вы псины сутулы предали меня просто змеюки подлюхи вак зеленокожие какой тут вак нет тут никакого или они вак как охренели от поражения да вак какое-то поражение было вах как же это так вах 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 но только если так так пушка есть можно мартиру взять в принципе раз ты сидишь в городе мартира лишний не будет мартирой армии не испортишь проселение в осаде фракция уничтожена союз против нас ну никак себя не проявляет смотрите то есть пофигу у меня победа максимальная сейчас победа но вот этот пират себя ничем в моем случае не проявил давайте еще один ход сдадим просто ради интереса сдадим вот хадец что у нас получится вот что выйдет сейчас фракции новый я не наблюдаю ну там их много до всяких вот этих морских бизончиков всяких но они ну они как были так и остались хочешь забрать врата обратно опять же можно было выиграть в целом изишно тут тут уже посложнее было да тут было бы уже посложнее но уже пофигу вот пофигу марате обиделась с марате вообще забавно получилось но это на все случаи теперь урок на память я запомню запомню и буду припоминать так что ну а что так зато зато какой-то интерес появился под конец хоть какой-то шанс какие-то нервишки пошалили даже немножко за о морс уничтожен я думаю еще он мне там предлагает дружить крокодин гена которого уже убивают все кому не лень кстати отношение резко ухудшается сейчас с молдером это сейчас мы еще вовремя выиграли все зато у нас хаосом улучшаются вообще красотища вот прям прям ситуация такая что смешно становится нет все тихо смотрите этот херливый он нас обогнал как-то и все и затих и больше себя никак не проявляет он себя никак не проявляет у нас до сих пор очень низко я даже не знаю можно ли ухудшается хотя нет ну не сильно ужасное отношение но ухудшается ухудшается в целом все так себе да стремненько ну и вот они всякие эти рейберы отродья сизику сизика узика можем их даже проклацать безумный питанцы зока достана шук ну это все знакомые мы их всех уже трепали несколько раз даже некоторых уже даже некоторых несколько раз но он никак себя не проявил по крайней мере в моей версии а зато граф ноктил тут вот до сих пор еще кстати числится и лютор харкан здесь числится и целострочка да она до сих пор числится как осталось так и осталось а вот этот парень растет до сих пор он до сих пор растет он где-то ну пишите может быть реально из-за того что у меня предрелизная версия именно начатое прохождение было ну как минимум мы знаем точно что из-за того что я в предрелизе начал у меня не появлялись карты сокровищ только в начале которая появилась все в дальнейшем у меня они не появлялись может быть что-то подобное и здесь поэтому обязательно напишите под этим видео или под другим мне будет интересно и я буду об этом рассказывать в дальнейшем но на сегодня все ставим с Аронесой уже жирную точку сейчас вот еще голосование идет во вкладке сообщества на канале так что принимайте участие начнем новое прохождение Вархаммер 2 именно Вархаммер 2 победил сейчас только с лордом немножко определяемся и все на этом же заканчиваем серию заканчиваем замечательное прохождение могли бы закончить и в прошлой серии на красивой цифре 50 но сегодня чуть-чуть помучились поэкспериментировали поэксплуатировали непонятно что и узнали что за гранью земли черепахи нет там вообще пустота ничего нет никаких китов никакой черепахи никаких слонов до следующих прохождений друзья мои всем добра прохождений